доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити уважаемые коллеги психологи психофизиологи и так далее я отслеживаю на нашем сайте то что вы запрашиваете то есть я вижу ваши поисковые запросы это встроенная функция наш сайт обычный яндекс директ и соответственно я наблюдаю такую картину запрашиваете и ищите в методику простую зрительно-моторную реакцию сложную зрительно-моторную реакцию реакцию на движущийся объект и иногда проскакивает между ними патопсихологические пробы такие как таблицы шульта корректурная проба про бурдона и так далее так вот коллеги я с некоторыми из вас активно общаюсь дискутируем там переписываемся в ватсап и так далее так вот я что должен сказать это мое твердое убеждение не освоив и не поняв как работают таблицы шульта невозможно переходить к работе по методике простая зрительно-моторная реакция по пазмр вот не зная основ основ да то есть самого главного подхода в понимании качество внимания то есть скорости внимания переключения этого самого активного внимания то что оценивают таблицы шульта смысла переходить и осваивать сложную методику простую зрительно-моторную реакцию пазмр никакого нет то есть понятно что надо сначала узнать алфавит а потом уже человек начинает читать и тут тоже самое сначала мы узнаем и познаем алфавит в частности я его так называю да то есть это эти самые на экране вы сейчас видите таблицы шульта всего 5 основных и 6 дополнительно классический вариант таблиц шульта ну и соответственно не понимая что они диагностируют и как они это делают невозможно понять как работает методика пазмр бесполезно это делать поверьте мне ну как не знаю букву а можно что-либо прочитать в каком-либо тексте на этом все благодарю за внимание и удачи вам